мы первое интервью начинали с вопроса личной безопасности у тебя все уже личной безопасности хана поэтому у нас кто-то сейчас следит за нами конечно всегда за нами поэтому у нас автобус выехал тебя запишут машину личного прикрытия но серьезно ну конечно какими теперь право тебя только обязанности тебя ханя да смотри я просто придумал прикольную штуку связи с катастрофической просто нехваткой времени первые недели вообще было выключил все мессенджеры все ну в общем тяжело было я придумал фишку до работы нужно ехать там минут 40 45 и обратно я как бы говорю заезжай за мной вот утром поедем работу и вот мы 40 минут проводим вместе да твой так решил просто сэкономить на бензине да и назад то же самое а когда за тобой ездят следят то они охеревают от количества машин прикрытия которые у тебя есть просто тупо каждый день новая машина а суши год назад мы с тобой писали интервью ты был тогда вот предпринимателем прямо до мозга костей называется спустя полгода ты решил уйти в большую политику и конечно все охренели я тоже типа давид да ладно вот у тебя было это ощущение да ладно чё ты знаешь как я этот включаюсь в процессы моментально без таскать оглядки и я не успел подумать об этом это сейчас уже немножко ты можешь вспомнить этот день когда ты принял решение я был же на мы по 100 человек поехали в лондон на тони роббинса была какая-то слегка медит медитативная на практика во второй день по ну там вообще я поразился самим этим чудаком как он первый был до 15000 или 16 не помню там или 20000 людей ну короче очень много людей которых он держит в таком напряжении один в целый день 1 1 1 день там с утра с 10 по моему до 12 ночи все люди там некоторые в туалет не выходят знаешь там все я думаю как это вообще можно делать да ну и в общем то уже как не понятное дело использует как и нлп тренер там нлп где-то гипноз где-то там какой-то еще практики ну потому что он вот чтобы условно влиять на такое большое количество людей надо там все что все средства хорошие как говорится вот и была такая на второй день такая закройте глаза там что-то думаете там про изменение какую бы большую цель хотите поставить и так далее а я как-то вот помню закрыл глаза и ничего не в общем-то не мог придумать 40 лет это много детей деньги есть уже в общем-то как-то больших целей там сам себя сижу сидел прямо там уговаривала там полчаса было где-то уговаривал может она какую-то ковну цель большую там типа аля там компанию на миллиард построить и так далее но внутри внутренний голос говорил что в общем-то скучно это будет то же самое но чем отличается миллиард а там или 100 миллионов или там от 50 миллионов только там ну количеством вложенных усилий большим количеством офисов там и не знают то же самое просто в масштабе да в общем я сам себе придумал какой-то большой change неизвестном направлении вот так наверное это было сформулировано ну и как бы мысли матери не было если материально я прилетаю в аэропорт в тот день мне позвонили и говорят только раз уже был новый президент он был выбран но не инаугурирован а я в этом политическом процессе никак не участвовали выборном никак более того ты голосовал за другого да и я в общем-то позвонили давай встретимся я говорил давай и мы приезжает наш офис тогда это вот офис квартал я приехал а мы там часа ну три-четыре часа с вами владимир позвонил да мы проговорили там ну довольно длительное время мне понравился вообще сама такая открытость команда все там ходят такой стартап на это просто вот в чистом виде стартап и поскольку мы там разговаривали предметно про министерство обороны говорит уже оба не министерство обороны я говорю я не хочу я уже там во-первых был во-вторых но не в должности министра но в общем-то был я говорю я вам помогу я вижу что вы открытые пацаны там то есть видно что вы хотите что-то менять говорю я просто вам найду ну и мы начали делать такой как бы условно стал таким хэдхантером директор директором смотрел совесть кучу собеседований там 20-30 людей референсы проверки там и так далее но и втянулся в этот процесс потому что ну каждый день знаешь там то есть она там невозможно не втянуться была такая вот обстановка потом в середине процесса уже когда нашли мы там потенциального кандидата как раз уже выборы верховную раду да они там огласили могут пойдешь ко мне список я вот они я говорю не хочу если честно там списке я могу сбоку помогать там каким-то адвайзером быть там как раньше советников да да говорю ну как бы мне там бизнес заниматься надо совмещать это невозможно вот реально не получается просто по времени говорю поэтому я не хочу быть этим пепом это пеп это политик ли спосперсон это статус публичного лица политика когда у тебя очень-то за границей уже лет пять ты после того даже как ты по им побыл ты вообще ничего не можешь делать ну это такая вот по регуляциям международным я не хочу вот в эту историю попадать мне там пару знакомых есть это просто ну гембель которого потом ты не берешься да ну и как бы ну хорошо не хочет не хочет но и дальше там и там то есть не было таких уговоров не-не-не-не да потом потом еще пару раз поднимался вопросам игры слушай но мы же как бы договорились я не этот не хочу а потом мы там встречались с американским дипломатом ну и он меня спрашивает уже гордачу ты не идешь список я говорю слушай я не хочу потому что улыбнулся отмынулся там через минут 10 я хотел сказать там ты уже две недели назад тебя уже внесли поэтому как бы останетесь а ты там и 2 из рамни и 2 из рам уже в общем-то до жопы то есть вот этот вот статус пепа будет для тебя самому как это был критическим таким фактором который меня останавливал сейчас через две недели мы это передадим там по базы эти расходятся европу и в общем то все у тебя в европе не может да для меня это уже было ну в сути уже все главное так сказать крепость дана вот но я тогда уже пришел говорю слушай тут уж я разговариваю пеппо мне уже говорю это не было придумаешь элементом давления не я не думаю что элементом долин просто как бы говорят что в этом смысла нет если ты уже выполняешь где-то там крутишься в роли какого-то и 2 зара неважно даже официального неофициального то как бы мы воспринимаем что ты принимаешь способен влиять на принимаемые решения раз ты влияешь на принимая решение то фактически де-факто влияешь на политику и все соответственно ты ты принял решение и все я принял еще дня ты я потом здрасте так это что вот так не бывает ну да мне нужно расскажи об этот период у меня в это время был инвестиционный период я рассказывал всегда 2 блин да мы с партнером инвестировали его ну я пришел к нему он конечно был не сильно воодушевлен этой идеей да я говорю слушай ну так я уже принял решение надо как-то там теперь нам разойтись в этом процессе поскольку это инвестиционный период а я говорю смотри у нас есть два варианта первое мы можем найти третьего человека вот инвестора который как бы займет мое место да со всеми там обязательствами то потратим очень много времени оценка бизнеса будет значительно ниже чем мы с собой представляем ну то есть как бы ты будешь терять деньги из-за меня это неправильно ну да ну и варя честную позицию с другой стороны я говорю уже положил тоже немало денег но но я понимаю что это же из моей приходи грубо говоря я теряю в общем этом разошлись на том что условно моя доля переходит полностью ему я перестаю финансировать ты провал я не продал отдал получает смартфон я как бы вышел пожали друг другу руки все бизнеса сейчас нет меня нет сейчас бизнес но риска нибудь там заводик биткоины мать не мне есть там чуть коммерческой недвижимости там какой-то да ну как бы но спасибо эта история да а так бизнеса нет дорого быть депутатом смотри моя жизнь не сосу особо с точки зрения затрат не поменялась я примерно всегда тратил в районе там 150 в год думаешь вот точно также будут долларов да здесь точно также буду тратить ну то ну добавились у меня там не знаю там помощников до парочку я взял потом еще в кабинете там секретарь ну что ты там тратишь то есть условно там до 1000 долларов ты датишь там на все про все своих денег то есть в теории можно наверно если у тебя ты будешь жить сам отель тебе киев там предоставляют если ты иногородния можно жить если у тебя скромный смысле ты сам живешь зарплата районе 40 тысяч гривен 35-40 там от чего-то она зависит непонятно чего то есть наверное ну человек может выживать на эти деньги но в общем то нет если взять тот факт что каждому нужно один-два помощника я почему мне столько не нужно после я глава фракции у меня есть секретариат с 30 человек мне персональный помощник это мой только референт по сути да если бы я был просто депутатом то мне нужно было стабильно если ты не мажоритарчик это в списке то есть у тебя нет округа да нет толпы избирателей которые тебе прибегают и надо там нужными работать то это там тебе нужно два помощника точно если у тебя обожаемый округ есть ты у тебя еще на округе надо два-три человека вот то есть но объективно это математика не сводится ясно слушай то вернемся еще в момент принятие решения как семья отреагировала жена да не жена сказал что идиот ну зачем она жизнь хорошая жизнь свобода есть полна я же не знал этого всего и понимаешь ты погружайся в процесс но ты не понимал а ты не понимал что ты скорее всего сейчас у тебя ощущения другие чем будут не ну понимал какие они хрен его пойми пойми там знаешь то есть но она там совпало просто наложилось вот знаешь на моего то есть реально было как повезет авантюра давать не смотри давай правде в глаза ну я могу себе позволить просто быть авантюристом в этом отношении то все знаешь что-то в принципе не сдохнет голоду если бы это была какая-то там просто стабильная работа который ты должен был потерять потом отдать если у тебя не ты передумал или там ну разочаровался или что-то такое вернуться назад а ты не понимаешь что уже некуда вернуться там и так далее то наверно я там double check сюда делал вот поскольку я как бы знал что в общем-то ну жизни не пропаду дальше да то я готов был рисковать вот очень многие люди которые дуэры которые вышли из бизнеса они не могут усидеть парламенте потому что парламент это какая-то такая ну история ты что-то принял ты как бы с одной стороны круто ты можешь любые правила игры поменять в этой стране да но они отразятся в жизни но тут на улице ты это увидишь через некий период с длинным временным лагом ты принял закон потом там постановый кабмина кабмин должен разработать порядок потом если это там на региональном уровне как-то там вода местные должны отработать или мэрии и так далее ты как бы видишь все с таким довольно длительным временным лагом это людей расстраивает потому что дуэры привыкли там вот что-то сегодня сделал завтра увидел да и она там но погружает людей в такой когнитивный диссонанс но если ты понимаешь в общем-то эту природу этого явления то ты можешь к этому адаптироваться тут и к этому адаптировался и адаптировал я была начале идея пойти куда-то в кабин на какой-то там кабмине эти решения быстрее а там ты ка я не сразу да она была но когда как бы я посмотрел что в общем-то у нас большая очень фракция она абсолютно разная ее будет удержать ну крайне трудно и негде даже взять референсов условно не с кем посоветоваться как это сделать понимаю что это большой вызов ну это реально интересный челлендж я когда мне президент предложил эту историю я так ну задумался большой челлендж это примерно как строить компанию который в отрасли в которой ты никогда не строил и план будет там делать ее единорогом знаешь и тебе надо за это на это закоммититься это трудный ну то есть многие воспринимали во фракции это просто какая-то хрень там но значок тебе дали знаешь там и так далее там ну очень-очень но каждый день происходит там миллион событий микро моментов которые в общем-то предсказать ты не можешь тебе надо их каким-то образом очень это чисто менеджерская история это менеджерская история высокого порядка для меня это правило бизнеса работают нет потому что в менеджменте обычном у тебя что у тебя есть мотивация демотивация то есть и у тебя крут и пряник ты говоришь вот чувак вот тебе ты работаешь вот и бонус или зарплата или что-то если не будешь работать я у тебя ее заберу да а здесь этого нет идея тут у тебя нет тебе нужно смотри это люди не сотрудники вот самая большая ошибка я съели сам как бы в какой-то момент ну допускал тоже я воспринимал раз мы организация любой организации есть некая вертикаль есть иерархия да и в этой иерархии есть какая-то там подчиненность и так далее а тут скорее это надо воспринимать как сообщество равноправных людей объединенных некой но мы же партия объективно не идеологическое то есть идеологические партии там 10 лет до рождаются всех объединяет доверие к президенту да но дальше дьявол деталях там кто как видит эту программу реализу реализации да и поэтому возникает куча всяких моментов вот здесь нужно воспринимать что это карте тебе нужно координировать группу свободных людей но так чтобы они всегда ощущали что вместе это лучше чем поодиночке я нет на них прямых нервов все влияние что я не могу его там штрафовать отлучить снять но ничего не могу этого понимать соответственно и они это же понимают хорошо да соответственно наверняка уже была куча но именно звезды конец листов ними надо все время договариваться ну я количество людей большое с индивидуальными запросами туда то есть там ну миллион челленджа и на самом деле я в какой-то момент даже ну там себя ощущал сильно подвешенным с точки зрения того что может это неправильно я закомментируется на роль которую я в общем-то не в состоянии выполнить ну и в общем-то единственно что меня удержало я понял что нет ни одного человека в состоянии выполнить поэтому надо просто пробовать и методом проб и ошибки ошибок достигать результата то есть давай так я понимаю что ты сейчас просто но не сильно от этого кайфуешь но просто не видишь кто еще сможет да да ну за 60 дней мы не провалили ни одного голосования у нас там были моменты мы спотыкались но давать доводили до конца это ну хороший результат мой кипя это для меня я который я сам себе поставил я думаю что президент тоже понимай мой кипя это голоса за законопроекты которые но вышли от нашей команды если его нет там неважно где у тебя будут отговорки или вопросы да то значит и как бы не справляйся с эта ролью если есть то неважно какой путь насколько он тернистит руден значит все равно ну начать исправляюсь а вы пытаетесь делать это не страну предприниматели или кого посмотри мы первое что пытаемся сделать пока еще рано говорит страну предпринимателей потому что сейчас будет аргументированные но слушатели будут слушать и аргументированно насыпят то что мы там по попам эрро вводим там и тогда скажут вы будете убивать они на не развивать и так далее первое что мы пытаемся делать это у нас был хороший очень предвыборный лозунг кинет эпохи брехни да мы пытаемся смотри это брехня она не только со стороны это не в одну сторону со стороны государства обманывает граждан непонятно сокрытие наугав да это точно также граждане обманывает государство но и вместе это как-то сосуществует но когда все говорят но и так она же работает чего вы туда лезете город подожди она работает но каждый год минус 20 миллиардов долларов которые надо занимать и которые наши с тобой дети будут отдавать я говорю я не понимаю если вы это называете работать то есть давай просто тогда откроем кредитные линии просто тупо продадим все всю страну заложим ее и будем жить как наркоман который знаешь приходит за дозой и тебе эту дозу мы хотим эту дозу как минимум уменьшить я уже не такой не буду говорить амбициозно что мы готовы от дозы отказаться потому что ну 20 лет на этой дозе сидели увеличивали да этот баланс невозможно наверное ее за пять лет распетлять но тенденцию тренд развернуть другую сторону когда у тебя баланс будет увеличиваться в позитивную сторону не уменьшаться это задача номер один да теперь как мы хотим этого достигнуть первое мы хотим обладать корректными данными самая проблема но наверное первичная то есть невозможно какой бы ты там не был умный эрудированные подготовленные так далее если ты оперируешь неверными данными с погрешностью где-то 10 процентов где-то 30 ты не знаешь где 10 до 30 до то ты будешь всегда вы принимать не правильные решения ну они не основываются на неверных да сейчас дашборда нету космония то общество сейчас данные разрозненные реестры сами друг с другом не подружены и перепись населения было там сколько они за 15 лет назад 20 назад то есть никто в этой стране не знает сколько людей в каком городе где живет сколько их вообще всего сколько уехала за границу и там сидят и сюда не возвращаются в общем то да там то есть какие-то обрывочные данные с высокой погрешностью и соответственно ты не можешь принимать решения но если вот условно ты не знаешь сколько жителей живет в этом районе то как ты можешь запланировать правильную нагрузку на больницу там сколько нужно тебе скорых помощь как сколько нужно школ детских садов и так далее да вот простые вещи которые как бы понятны ежу но почему-то за 20 лет как-то мы не не очень приблизились к этим показателям поэтому делать вместе с мишей до своего команды это там и минфина там очень активную роль занимает на самом деле минфин у миши команда приближает эту как бы это событие ну по сути это под патернатом премьера до реализуется это и эта вещь это мне кажется она невидимая вас как бы на хлеб ее не намажешь но если эту работу домашнюю не сделать то вообще все теряет смысл то есть все будет всегда неэффективно то есть наша задача просто смотри учитывая что мы имеем ограниченный бюджет этот ограниченный бюджет надо потратить максимально эффективно выше стартап я немножко удерживаясь очень плохо если ты просто простой жители не можешь влиять на уйдешь по улице не хочется тебе жить в стартапе поэтому это вот изнутри это про него до плохая формулировка процесса люди хотят там стабильности хотят предсказуемости хотят предиктивность какой-то бизнес понятное дело хочет на 5 лет вперед понимать какие правила и так далее большому сожалению мы пока не но не готовы им дать видение так как привык бизнесмен как привык я в бизнесе когда здесь стратегия такая с высокая очень доля вероятности да сейчас партии сколько предпринимателям которые как ты вышли из ну я же масса где-то так у меня не было прямо такой цели подсчета то там ну думает человек 40 не так ну не так много как тебе кажется вот общая картина вот по себе да по по этим ребятам что с ним сейчас происходит то есть они на каком сейчас они берутся культурном шоке все находятся в состоянии шока нам конечно еще помог наш commitment этого turbo режима ну помог я имею в кавычках да все просто охерели выпали из жизни на круглосуточные два месяца и ну при этом ожидая что получат некую но была идея у людей мотив какой-то что не получит некую благодарность общества что мы там проголосовали все что долго не могли него не было политической воли проголосовать а получили кучу критики и это людей сильно демотивировало она в общем то в целом да ну там но по чуть-чуть ты понимаешь что у тебя во первых отложенный эффект мы же из бизнеса все знаем сопротивление изменениям это естественное поведение людей то есть любое изменение статус изменения статуса к это плохо по умолчанию особенно если это изменение инициировано властью по умолчанию люди не любят власть вообще-то есть за что да и поэтому любую ты вот поправь вещь скажут это зрада и много примеров сотни было примеров когда говорили зрада потом или ничего не произошло липу на самом деле было улучшение но вначале уже все забыли что все орали что это плохо да поэтому надо к этому отнестись философски надо понять что любая реакция общества на старте не релевантно а потом у тебя должна быть вот эта ретроспектива и через год ты должен собраться и посмотреть как же все таки собрать года еще не прошло до этого далеко да какая мотивация делать это каждый день у тебя я услышал нету других вариантов у других как тебе кажется зачем они это делают они уже ищут себя в чем-то другом мари у меня мнение такое люди уже не имеют права отступить они либо обосрутся это на всю жизнь или сделай будут будут красавчиками улучшат и станет как бы рост в стране там и так далее и они станут со родителями успеха либо они будут со родителями неудачи и мне кажется это самая сильная мотивация потому что ты уже но нет у тебя ты можешь сказать о я тут попробовал не прокатило пошел себе заниматься своими делами ты планируешь вернуться в бизнес я не знаю теперь смотри вот я уже над этим тоже размышлял могу ли я спустя пять лет спустя пять лет во первых мы же войти на войти это пять лет пропустить войти это все но это увы если успеваешь читать новости какие новости уже они читают я почту раньше я почту проверял каждые пять минут но вот iphone новый ты в курсе последний раз я это был в америке там увидел очередь там знаешь там типа и как бы из стадный инстинкт да это цена возврат бизнеса да и то есть возврат бизнесу я пока не понимаю какой буду наверное да конечно я ментально все равно остался предпринимателем да но каким бизнесом наверно не буду заниматься наверно тем бизнесом который был каким-то буду бизнесом заниматься уже масштаб другой когда если модель найти себя и будучи полезным там обществу государству но при этом кайфовать от того что ты делаешь потому что эти штуки ну как и раньше тебя драйвят какие-то там айти подходы и да такая есть панель может быть я так вот какой модель может в исполнительную власть есть смысл перейти законодательное самое неблагоприятное самое совет будущем трампом предпринимателям точно они себя будут они будут чувствовать себя в депрессии из-за того что предприниматель это человек который что-то делает какие-то предпринимает действий сразу получает результат дима дубелит скорее всего больше кайфую чем сто процентов по 200 процентов а миша федоров радуется что он вышел он же вышел из списка ну в конце но мы же энейблеры смотри я вот у меня другая роль если бы я не было бы про я уже ушел бы у меня я взять себя нашел в том 3 буловые да я решаю задачу нерешаемую до сих пор соответственно это там типа задача с ценным количеством неизвестных да я меня челленджет наверное амбициозность самой задачи сколько я смогу менеджить изучал какие-то модели конечно куча книг там и так далее ну тут как бы как какая самая тебе кажется работаешь на уровне и смотри построение 254 персональных отношений объединение вокруг общих целей да и решение конфликтной ситуации там групповым методом вот ну вот так вот где-то это можно сформулировать с какими членами фракции ты можешь пообщаться физически за день когда в парламенте человек 50 и ты уже все никакой каждый приходит каким-то вопросом мод каких-то там простых там до грубо говоря ты за неделю можешь со всеми пообщаться ну в парламенте могу но так не пресс поддерживать эти лично сша до сих пор есть там пару десятков людей с которыми я только познакомился пожал руку и больше ни разу еще не взаимодействовал меня есть 15 замов мы попробовали это сделать для того чтобы группу по 15 человек разбить как в амазоне группы дали до чтобы это было как микрофракции и они у себя создают микроклимат ходят вместе там это там уже на этом и так далее ну там создают микрокоманды ты делаешь деловой клуб по сути за ску да ну бизнес для нижней бизнесом занимаются ну ну аналог аналог да 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 и это работает ну потому что бизнес правильно на хорошее сравнение бизнес-клубе ты не это не сотрудники твои ты не можешь выработать внутренние правила игры микроклимат какой-то и вот из-за того что этот микроклимат держится пока он держится это объединяет людей как только разваливается развалится и конфликты обычно решаются путем так называемого товарищеского суда то есть берешь арбитром у меня с тобой конфликт мы пошли наших же ребят посадили ребят вот такая претензии друг другу вот такие такие то давайте будем это как-то ну распетливать то очень много самое сложное наверное это все мечтают чтобы это развалилась наша страна моно-коалиция все раза пределами до врагов огромное количество и я поначалу я же вообще такой дом в общем-то открытый доверчивый и я вот не самый большой челлендж это перестать людям доверять мне это вообще так трудно когда тебе подходит человек глаза что-то говорит жмет руку а потом делает то с точностью до наоборот в бизнесе это очень редко ты обычно в бизнесе ну пользуйся вот этой с собой своей своей свободой бизнесмена ты просто не имеешь дело с плохими людьми ты годах там с окружения убираешь своего и у тебя в общем самых выбираешь это ты не можешь выбрать а тут тебе как бы вот надо парламенте общаться с теми кто есть ну я не про нашу партию сейчас я говорю я понимаю но ты говорил что раньше ты в этих людей бы кирпич кинул да а теперь я с ними должен говорить договариваться о чем-то это вообще ну это супер сильно челленджи ты все время на негативных эмоциях если я правильно понимаю ты говорил вот это жена говорю перестал улыбаться я не перестал и там вы посмеиваясь да пока волна негатива я думаю не в такой волне негатива точно нельзя ну выжить потому что и смотри группы поддержки от куча народу они подходят потом год блин я поддерживаю вас там это далее но молча поддерживает а тот что не поддержит он орет митинги еще что-то там типа фейсбуке тебя херососит как мы можем с нашими зрителями тебя поддержать не ну как бы но мы предприниматели вы предприниматели это предприниматель я всю жизнь говорю я считаю это вообще ну для меня не будут моя эта философия никак не изменилась предприниматели это люди которые спасут эту страну это средний класс называемый человек который кормит сам себя вот я вот теперь уже говорю это за раньше это мало гипотеза была со всей ответственностью он не нагружает бюджет он думаете он кормит сам себя он еще и помогает кормить каких-то других людей которые к сами себя кормить не могут если он кормит сам себя и еще дай бог но свою семью и еще дай бог нанял хоть одного человека по-хорошему нам надо давать ему медаль а вот все-таки когда предприниматель увидит что-то хорошее когда когда мать или увидит улучшения первое улучшение которое мы можем дать предпринимателю относительно быстро это мы убираем максимально коррупционную составляющую со стороны власти например вот там на следующей неделе мы голосуем закон мы 226 лицензии вообще убираем как таковые типов лицензии типов лицензии что вообще не нужно никакая лица делать только мы я к тебе выходи в машину встретил своего товарища который говорит я инвестировал он там в испании живет сюда я инвестировал большую пивоварню лучшую пивоварню николая построил это уже полгода не можем получить лицензию очень не можете гор требует 20 тысяч долларов дай мне кто требует на его йогню сейчас период такой посадки ты говорил что с первого января бросил мазь горе про 10 процентов вознаграждение за стукачество вот видишь ты тоже такой же выкрывать и коррупции называется десятина за то что ты сдал коррупционера товарищем это я сказал для краткости понятно есть ты получаешь вознаграждение за то что ты ты сдал коррупционера вот как этот парень например из которых представим который с пивоварней да он говорит у меня такой-то чиновник требует деньги да мы там это регистрируем ердер там работает следствие они его хлопнули доказали конфисковали у него активы продали это все ты получил десять процентов выгодно будет хлопать богатых коррупционеров да ты сказал у тебя очень много у меня много заработать минимум 100 миллионов гривен заработать неплохо все-таки бизнес и вполне легально году на этой истории ну то есть вот предприниматель первое это взаимодействие с властью уменьшение роли государства в ее но в жизни человека ведь каждый предприниматель когда он работает он сам вырулит там конкуренция там и так далее все что ему не нравится это когда используют так называемые нерыночные методы воздействия они рыночные методы воздействия это кроме криминала ну криминал это реже в аграрном секторе там больше криминала а в обычной жизни это всякие там менты прокуроры налоговики там и так далее да вот это мы хотим минимизировать это уже большая помощь многим бизнесменам вторая вещь цифровизация цифровые сервисы все но тут там миша федорова хорошая концепция я его полностью поддерживаю я думаю что мы будем это двигаться уменьшение роли человеческого фактора минимизация соответственно это автоматически минимизация коррупции следующая наша работа по-честному не мешать бизнесу генерировать экономический рост если у нас получается генерировать экономический рост и зарабатывать предприниматель который умеет зарабатывать не будет зарабатывать больше будет ресторанчика больше будет сервисных бизнесов там больше будет больших бизнесов каких-то он очень много и но и создание мест привлекательности со стороны иностранных инвесторов сейчас такая волна позитива и оптимизма мы постоянно встречаемся с международными делегациями все хотят как-то там сколько ты уже привлеклить смотри вот я сейчас тут вот фуну через две недели закрываю 660 миллионов делу очень быстро ну давай а в пайплайне где сделок где-то на полтора миллиарда дай пожалуйста нам советуют мои ребята которые занимаемся развитием популяризации франчайзинга как тоже модель на самом деле более эффективного развития бизнеса и более эффективного старта бизнеса в сша там каждый второй кто хочет начать свой бизнес он вообще не думает берет франшизу каждый второй у нас может быть там каждый трехсотый куда лучше бежать с тем чтобы сделать это более национальной идеи кого говорят для прочителя да вообще модель и кстати внутренних инвестиций до внутренних денег много под подушкой я слышал 2 ввп лежит до внутренних денег действительно много все люди боятся рисков принимайте свои даже риск всегда вот я бы вбил на то что все хотят иметь некий пассивный доход или там плюс-минус гарантированный доход но это не пассивный доход ну это активный дофы да ну смотри ну-ка в украине проверенная модель в днк записано желание не работать на дядю реально каждый хочет не работали не каждый может но хочет каждый и вот я бы ну пробовал пропагандировать эту историю показывать сексески хватит работать на и работать на себя и ну показывать успешные примеры сделать там градации по размеру кошелька там сколько ты можешь положить в этот бизнес и у тебя условно говоря у меня есть 10 тысяч долларов накоплений что я могу сделать за действие здорово так чтобы кормить самого себя вот просто себя и свою семью могу ли не могу ждать а может кофейню там открыть тра-та-та-та-та-та-та вот бизнес план это дали показывать количество неуспешных ведь есть тоже неуспешные конечно конечно но я думаю моя гипотеза что их в порядке меньше чем людей которые пробуют сами там по наитию это сделать поскольку как бы там уже была какая-то прорисованная бизнес-модель да ну такая статистика опять же американская в пять раз меньше пять раз меньше риски ну то есть вот у нас не знаю я попробовал как-то вот так это пропагандировать есть куча кстати международных программ как поддержки малого среднего бизнеса вам надо это дело освоить потому что в этом случае если я донор и хочу поддержать развитие малого среднего бизнеса когда проекты финансировать то я бы как донор выбирал бы проекты франчайзинговые поскольку там в пять раз меньше риски человек вылетит ты говорил что ты ходил к психологу или коучу коучу ходил да что ну я ходил для того чтобы понять как вообще ну каким-то образом какую модель вот это вот поведение можно правильно выбрать для того чтобы а не находиться состоянии постоянной депрессии б выполнять эффективно вот эту мою коммуникационную роль ну то есть когда коммуникатор ты на позитиве это же одна история когда ты на негативе они так грустно и без тебя они так сами на негативе да ты еще его мультиплицируешь они вообще застрелиться рату ну и как бы им смотри никакого там секретного соуса мне никто не посоветовал просто когда ты выговорился кому-то это рассказал в целом да посоветоваться это какие модели были до этого а что работало что не работало как-то я там чуть-чуть так сказать этот разгрузился да ну плюс повезло что вы чуть-чуть вышли из turbo режима и явля появляются недели как это где ты можешь поработать в комитетах а все остальное время все свои отложенные встречи по встречаться по встречаться с экспертами обсудить там это даже так ты просто тупо сидишь я хочу вот я инициировал изменения в регламент потому что ты сидишь морить и 20 до 1 за день должен нажать кнопку сидишь не вентилируемом помещении 10-15 часов 12 там 10 в основном да и просто ну охране вашего крика что мара рут вопят и это никак не влияет самое страшное в этом истории что то что они говорят никак не влияет на твою позицию по голосованию и никогда не влияло тогда зачем это вообще игру тратили сделаем дни обсуждений кто хочет по желанию пусть приходит и слушает разговоры кому важно попиариться выйти на трибуну чтобы показали почему в фейсбуке прямой фирс делает посмотрели в парламенте внутри чем не нарушать парламентские традиции которые они так любят пусть парламенте так так сенате есть кстати там просто может могут два человека сидеть тебе там на это интересен космос там будет обсуждение закона про космос приходи слушай или приходи говори космос не интересен то что робот двигает да смотри а потом приди приди в там в четверг например день голосования у тебя уже есть позиция твоей фракции позиция твоя личная да приди проголосуй за космос молча я не понимаю зачем слушать вот эту вот всю херню говорят у канала рада в общем-то большая довольно аудитория люди его смотрят ну они смотрят то ли из страха чтобы там ничего не приняли дом 2 смотрят но это страшно просто то есть как бы вот находиться там предпринимателю страшно давай быстро последний на улиц легализация проституции или марихуаны марихуаны монобанк или приват монобанк последний простой тильда или в блюм ну в блюм да но я как бы смотри я уже полгода его не видел этого не могу сказать там все время быть все нормально с бизнесом то есть но я же уже я понимаю но по по сухам нормально Ну, по слухам нормально, да.